Сибирь занимает значительную часть Евразии от Урала до Тихого океана, а самая восточная часть региона, благодаря Берингии, связывала Евразию с Северной Америкой. Начиная с Верхнего Палеолита, на этой обширной территории жили и смешивались люди с различным генетическим происхождением. На сегодняшний день Саяна Алтай представлен геномами людей со стоянок Афонтового гора Верхнего Палеолита у современного Красноярска, возрастом около 17 тысяч лет, с предковой компонентой, типичной для древних северных евразийцев по отосомному геному, которая в прошлом была широко распространена в тундра степи. Но после периода жизни представителей Афонтовой горы не было информации о генетическом профиле людей, проживавших в пределах Алтайско-Саянской горной страны на протяжении почти 120 веков. Хотя в это время группа охотников-собирателей соседних регионов продемонстрировали различный предковый состав, что вызывает вопросы относительно их перемещений и связей. В частности, популяции Западной Сибири демонстрируют значительную долю аутосомной компоненты древних северных евразийцев, тогда как их современники из Восточной Сибири несли значительную долю компоненты древних северо-восточных азиатов, как у представителей неолита из пещеры Чертового ворота в Приморье возрастом около 6700 лет. Ранее самое западное присутствие этой предковой компоненты было зарегистрировано в районе озера Байкал 7500 лет назад и в Центральной Монголии 5600 лет назад. Здесь стоит напомнить, что в Восточной Азии неолитом называют тот период, где среди артефактов встречается керамика. И третья, палеосибирская аутосомная предковая компонента была определена у древнего жителя Ускяхты Забайкалья возрастом около 14000 лет и у обитателя Дуванного Яра в низовьях реки Колыма возрастом 9800 лет. Эта компонента связывает древних жителей Сибири с коренными американцами. Однако подробности того, как между собой взаимодействовали люди с этими отличающимися предковыми линиями и как они связаны с последующими популяциями Северной Азии до конца не ясны. Поэтому любые новые данные вызывают большой интерес. В данной работе авторы получили полногеномные данные шести охотников и собирателей из четырех археологических памятников Саяна Алтая, охватывающих период от 7500 до 5500 лет назад, а также охотника-собирателя из пещеры Летучая мышь на Дальнем Востоке России к северо-западу от находки возрастом 7000 лет и трех менее древних обитателей Камчатки с некалиброванными датами, которые помещают их в интервал между XII и XVII веками н.э. Точнее определить не позволяет эффект морского резервуара. Результаты Отличительный генофонд алтайских охотников-собирателей неолита График анализа главных компонент с участием современных популяций Евразии и коренных американцев демонстрирует клинальный характер генетической изменчивости с запада на восток, где восточная часть клины справа представлена древними северо-восточными азиатами, как неолитические обитатели пещеры Чертового ворота в Приморье. А западная часть клины слева представлена популяциями с высокой долей восточноевропейских охотников-собирателей, которые жили в тот же период, что и неолитические охотники-собиратели Алтая. Другой генофонд, который был в значительной степени распространен в Северной Евразии со времен Верхнего Палеолита, связан с древними северными еуразийцами, которые отклоняются вверх от вышеупомянутой клины на графике анализа главных компонент. Пятеро древних алтайских охотников-собирателей из данной работы, представленных людьми из могильников Фирсова-11, напротив Барнаула, на правом берегу реки Обь, между селами Санниково и Фирсово, Новоалтайск-развилка, в районе остановочного пункта развилка города Новоалтайск и Тузовские бугры, в 30 км к югу от Барнаула, возрастом около 7,5-6,5-5,5 тыс. лет соответственно, в масштабах Евразии расположились почти посередине между древними северо-восточными азиатами и древними северными евразийцами, а точнее между популяциями с высоким вкладом упомянутых компонент. Но в региональном масштабе алтайские охотники-собиратели попадают между представителями окуневской культуры и образцами Байкала, близко к человеку, обнаруженному в районе реки Базаиха на правом берегу Енисея, возрастом около 4700 лет. В работе 2020 года, над которой работали и некоторые авторы этой работы, этот человек хорошо подходил на роль представителя популяции, которая впоследствии смешалась с группами, связанными с афанасьевской культурой и образовала генетический профиль носителей окуневской культуры. При этом самые ранние свидетельства генетической родословной, связанной с кочевниками-скотоводами из западноевразийских степей, появляются на Алтае начиная с 5000 лет с распространением афанасьевской культуры. Однако давайте рассмотрим участки отбора образцов более детально. Кстати, если в обзоре не упоминается археологический контекст, к примеру, или любая другая информация, то это не значит, что ее нет. К сожалению, я не в силах делать многочасовые обзоры. Если перейти по ссылке из описания, погрузиться в методики, расчеты и дополнительные материалы, можно понять, сколько информации на самом деле скрывается за ссылками на источники. Хотя отдельные люди считают, что то, что в ролике, это и есть все аргументы в пользу выводов авторов научных работ. Но в обзоре я лишь доношу суть работ, а также иногда упоминаю и показываю на экране данные предыдущих, сопутствующих или связанных исследований. Ну и раз сделал отступление, я также напомню, что канал существует только благодаря помощи немногочисленных зрителей, которым я за это очень благодарен. Но этого недостаточно для развития канала. Создание роликов можно ведь значительно ускорить. Любая помощь актуальна. В описании к видео реквизиты. Также можно связаться со мной и обсудить детали. В том числе и в соцсетях. Кому неудобно искать, напишите в комментарии. Я дам прямую ссылку. Помимо этого желающие могут заказать обзор какой-то конкретной научной работы или подборку информации по интересующей теме, разумеется без искажения научных данных. Подробности можно также обсудить в личном общении. Но продолжим. Фирсово 11. На этом участке обнаружено 8 погребений, которые первоначально были отнесены к большемышской культуре Энеолита. Они включали 5 одиночных могил, 2 попарных и одно коллективное захоронение, глубиной от 40 до 170 см. Люди в них были похоронены в два ряда непараллельно, лёжа на спине, а головами на северо-восток. За исключением одного мужчины 35-45 лет, который был расположен в сидячем положении. Сопроводительный инвентарь представлен в основном заготовками костяных орудий, наконечниками стрел треугольной формы, скребками, топорами и ножами. Украшения представлены ожерельями, сделанными из костяных подвесок и зубов животных с отверстиями. В работе этот участок представляют два человека из могил 9 и 14, похороненных около 7500 лет назад. Важно отметить, что могила номер 14 представляет собой самое богатое захоронение данного некрополя. И хотя по антропологическим показателям скелет человека возрастом 18-20 лет был похож на женский, набор погребального инвентаря и генетический анализ свидетельствуют в пользу его принадлежности к мужскому полу. На скелете обнаружено 9 ожерелей из 21 резца волка, 50 резцов лося и 19 маляров и прималяров медведя. Новоалтайск-развилка Это место было обнаружено и раскопано в Новоалтайске на улице Репина, в обрыве надпойменной террасы правого берега Аби. В процессе раскопок расчищен неполный скелет юноши 15-16 лет, погребенного около 6300 лет назад, в вытянутом положении на спине, головой на север и руками вдоль туловища. Сопроводительный инвентарь включает каменные и костяные предметы, подвеску из клыка-барсука с просверленным в корне отверстием, кость птицы, ребристый скол, отщеп, прямоугольные украшения из раковин крупных речных моллюсков, каменное шлифованное долото, позвонок животного, резцы бобра, а также орнаментированный игольник, изготовленный из лучевой кости птицы, размером с крупную утку. Троссологический анализ последнего показал, что орнамент нанесен металлическим ножом, который использовали в качестве резчика. При зачистке на уровне могильного пятна к востоку от скелета найден фрагмент большемыской керамики, орнаментированный отпечатками гладкой качалки. Кстати, орнамент характерный для афанасьевцев. Тузовские бугры-1 После обнаружения в 1995 году трех могил, в 2000 году на памятнике Тузовские бугры уже было исследовано 37 погребений. Из них 19 относятся к эпохе Энеолита ранней бронзы, а остальные к раннему железному веку. Часть погребений раннего комплекса была нарушена более поздним. Энеолитические могилы располагались четырьмя рядами глубиной 50-115 см, ориентированными по линии северо-запад-юго-восток. Большая часть захоронений одиночная, но также было три парных и два коллективных, от трех до пяти человек. Большинство захороненных лежали на спине в вытянутом положении, с руками вдоль туловища, а головой на северо-восток. Сопроводительный инвентарь представлен в основном украшениями одежды и головных уборов, из раковин моллюсков и зубов животных, а также изделиями из камня и кости. В одной из могил обнаружены металлические височные кольца и два сосуда баночной формы. Зубы животных встречены в девяти погребениях. В исследовании этот участок представляют два человека из погребений 8 и 33, возрастом около пяти с половиной тысяч лет. Антропология Чтобы лучше представить людей, о которых идет речь, дополним картину описанием антропологических типов неолитического населения из Фирсова-11, которое по данным исследования 2017 года Константина Солодовникова и Светланы Тур было морфологически промежуточным, между европеоидным и монголоидным, с условной долей монголоидного элемента суммарно у мужчин и женщин 57,3%, а по сочетанию признаков люди из Фирсова-11 близки к неолитическим жителям предгорного Алтая. То есть древние жители Алтая имели фенотипический промежуточный облик между представителями европеоидного и монголоидного основных антропологических стволов человечества. Кстати, черепа женской части группы Фирсова-11 были схожи с черепом мужчины из карстовой пещеры Нижнетыткискенская-1 с умеренно выраженными монголоидными особенностями в сочетании с брахикранной формой мозговой коробки и широким, но невысоким по монголоидному масштабу лицом. Генетические данные человека из пещеры Нижнетыткискенская-1 также представлены в этом исследовании. Подобный комплекс признаков отмечается также на неолитических черепах из могильников Базаиха и Долгое озеро, в Красноярско-Каннской лесостепи. Кстати, отдельно хочу поблагодарить Константина Николаевича Солодовникова из Института проблем освоения Севера Сибирского отделения Российской академии наук за его пояснения и дополнения, в некоторых вопросах антропологии и не только. Пещера Нижнетыткискенская-1 Пещера расположена в горном массиве на высоте 130 метров над уровнем реки Катунь, у устья её левого притока реки Тыткискень. Пещера горизонтальная, площадь мягких отложений составляет около 25 квадратных метров. В пещере зафиксированы культурные слои от конца Мезолита до Средневековья, а также уникальное для Сибири захоронение возрастом около 6500 лет, с большим набором как хозяйственно-бытовых, так и ритуальных предметов. Ориентация скелета не может быть установлена в силу специфичности положения его частей. При этом все кости принадлежат одному мужчине в возрасте 40-45 лет. Расчелённый скелет может быть связан с шаманской практикой, поскольку большинство предметов, которые описаны в дополнительных материалах, вероятно, составляют шаманский костюм сибирских племён 4-го тысячелетия до н.э. Значение костюма может быть истолковано как символ превращения человека в животное, подобное птице. Кстати, по антропологическим данным, именно череп из пещеры Нижнитыткискенская-1 послужил Татьяне Алексеевне Чикишевой 2000-2012 годы, наряду с другими материалами горных и предгорных районов Алтая, Каминная пещера, Салахцы-5, Исаян, Базаиха, Перевозное, Долгое озеро, Красноярско-Канская лесостепь, для выделения особой южной евразийской антропологической формации древнего и древнейшего населения современного анатомического типа, Алтая и Саянского Нагорья и прилегающих регионов. В постафанасьевское время этот комплекс признаков характеризует в частности население Каракольской и Окуневской культур этих регионов. На графике анализа главных компонент этот человек смещен от вышеописанных охотников-собирателей Алтая в сторону древних северо-восточных азиатов, близко к более древним жителям Америки. Кстати, близость на графике анализа главных компонент и схожий предковый состав не гарантируют, что те или иные генетические компоненты были получены схожими популяциями одинаково и в одно и то же время. Для выяснения более подходящих моделей ученые используют дополнительные методы, с которыми можно ознакомиться в оригиналах работ по ссылкам в описании. В данном случае по результатам статистики внешней группы F3 «Алтайские охотники-собиратели» демонстрируют наибольшее генетическое сходство друг с другом и с представителем базаихи. Анализ также указывает на высокий уровень общих аллелей с людьми и популяциями со значительным вкладом от древних северных евразийцев, такими как Мальта-1, Афонтова-гора-3, неолитические охотники-собиратели Западной Сибири, представители батайской культуры и жители Таримского бассейна Бронзового века. Следовательно, авторы использовали в моделях эти популяции в качестве источника родословной от древних северных евразийцев. При этом батайцы и неолитические охотники-собиратели Западной Сибири, содержащие родословную восточноевропейских охотников-собирателей, лучше подходят для моделирования компоненты древних северных евразийцев у алтайских охотников и собирателей вместе взятых. А для источника древних северо-восточных азиатов, у алтайских охотников-собирателей, учитывая в расчетах некоторую близость к ним современных коренных американцев мехи, авторы сосредоточились на древних геномах, которые связаны с палеосибирской родословной, присутствующей и в популяциях коренных американцев. Как у представителя верхнего палеолита из Устьяхты-Забайкалья, возрастом около 14 000 лет, обитателя стоянки Дуванной Ярко-Лыма-1, возрастом 9 800 лет, у популяции Якутии из Центральной Сибири, возрастом около 6 000 лет, а также у древних жителей Северной Америки, как Анзик-1 из современного штата Монтана, возрастом 12 700 лет, и кеневикский человек из штата Вашингтон, возрастом около 8-9 000 лет. В расчётах представители Дуванного Яра, Устьяхты и древние популяции Якутии лучше подходят для моделирования родословной древних северо-восточных азиатов у групп алтайских охотников-собирателей, чем жители неолита из пещеры Чёртового Ворота в Приморье. Таким образом, авторы смоделировали представителей участков Фирсова-11, Новоалтайск-Развилка, Тузовские бугры-1 и Базаихи, как смесь популяции с генетическим профилем, как у древнего жителя Ускяхты Забайкалья от 53,7 до 66,3%, чтобы представить компоненты палеосибирского происхождения и неолитических охотников-собирателей Западной Сибири от 33,7 до 46,3%, как источника родословной древних северных евразийцев. По оценкам, это смешение произошло в интервале от 11 000 до 7 400 лет назад, что, возможно, свидетельствует о множественных и или непрерывных событиях смешения в процессе формирования генофонда алтайских охотников-собирателей. При этом индивидуальная близость охотников и собирателей Алтая к древним американцам лучше всего объясняется различными пропорциями палеосибирского происхождения, которое связано и с древними американцами. В целом анализ показывает, что древние алтайские охотники-собиратели имели сибирский генетический профиль, ранее известный не только благодаря человеку, обнаруженному в районе реки Базаиха возрастом около 4700 лет, но который начал формироваться ещё в раннем Голоцене, в результате характерной смеси предковых линий палеосибиряков и древних северных евразийцев. Примечательно, что по краниологическим данным, из ранее упомянутой работы серия Фирсова 11 наиболее сходна с неолитическими группами северных предгорий Алтая, а также проявляется сходство с синхронными сериями Новосибирско-Каменского Приобья, Кузнецкой Котловины, Барабинской лесостепи, Омского Прииртышья, Северного Казахстана и Лесостепного Зауралья. Помимо этого, выявляется сходство также с группами Цуркум-Байкальского региона, как отражение биологических связей его населения с неолитическими популяциями предгорных районов Алтая. Мужская серия также очень сходна с серией неолита раннего энеолита Волга-Уральского Междуречья. Генетический вклад алтайских охотников-собирателей в соседние и более поздние популяции К востоку от Алтайского края байкальские охотники-собиратели раннего неолита и раннего бронзового века, помимо родословных древних северо-восточных азиатов, имели и часть родословных древних северных евразийцев. Следовательно, авторы исследовали, могла ли родословная описанных алтайских охотников-собирателей способствовать генетическому профилю байкальских охотников-собирателей, о которых сообщалось ранее. В результате было обнаружено, что все три алтайские группы подходят для моделирования прибайкальских охотников-собирателей раннего неолита и раннего бронзового века в моделях примесей с двумя источниками. Для моделирования прибайкальских охотников-собирателей раннего неолита в дополнении к родословной древних северо-восточных азиатов, как у представителей неолита из пещеры Чертовы ворота в Приморье, требуется около 20% родословной охотников-собирателей Алтая, а для моделирования охотников-собирателей раннего бронзового века в дополнении к родословной охотников-собирателей раннего неолита дополнительно требуется около 25% родословной алтайских охотников и собирателей. При этом даты примеси родословной охотников-собирателей Алтая для байкальского неолита и бронзового века близки и составляют 8296 плюс-минус 624 года и 8202 года плюс-минус 995 лет назад соответственно. Кстати, такая погрешность получается из-за специфики подсчёта поколений. В целом алтайские охотники-собиратели представляют собой более подходящий источник ордословной древних северных евразийцев, которая участвовала в формировании генетического профиля байкальских охотников-собирателей и обнаруживается в районе озера Байкал около 8 тысяч лет назад. Кстати, это важный вывод. Антропологи ранее склонялись к миграции по северным предгорным районам Алтая-Саян из Прибайкалья, оттого сходные с ними антропологические черты. А оно могло быть и наоборот, из Алтая-Саян в Прибайкалье, как отмечают палеогенетики. Помимо этого новые данные проливают свет на генетическое происхождение более поздних популяций, как носители окуневской культуры бронзового века возрастом около 4600-3900 лет, которая представляет собой археологический феномен, возникший в Минусинской котловине вслед за афанасьевской культурой. В предыдущих исследованиях сообщалось о гаплогруппе QY-хромосомы у людей, связанных с окуневской культурой, что наблюдается и у алтайских охотников-собирателей. А по полногеномным данным, в работе 2020 года окуневцы были смоделированы как трёхсторонняя смесь компонентов батайцев, байкала бронзового века и степных скотоводов, или как более простая смесь компонент, как у представителя базаихи и носителей афанасьевской культуры. Авторы уточняют генетический состав групп окуневской культуры как трёхстороннюю смесь, в основе которой алтайские охотники-собиратели, географически расположенные к югу от Минусинской котловины, а также представители афанасьевской культуры и в меньшей степени охотники-собирателей Байкала раннего неолита. У представителей окуневской культуры примесь алтайских и байкальских охотников-собирателей произошла примерно 6000-700 лет назад, а вклад представителей афанасьевской культуры произошёл позже, за 16-18 поколений до её возникновения, что перекрывается с датировками присутствия в регионе носителей афанасьевской культуры примерно около 5300-4500 лет назад, что подтверждает археологические данные, согласно которым начало окуневской культуры последовало сразу же за концом афанасьевской. Также авторы проанализировали и другие популяции бронзового века. Так, представителей алтая среднего-позднего бронзового века можно смоделировать как смесь охотников-собирателей Байкала и Алтая с представителями синташтинской культуры среднего-позднего бронзового века. Похожая модель также подходит и для представителей хубсгул позднего бронзового века из современной Монголии, которые ранее описывались как смесь компонент западноевразийских степей и Байкала раннего бронзового века. Алтайский край также представляет собой географический коридор, соединяющий Минусинскую котловину с Джунгарской и Таримской равнинами в Синьцзяне. В недавнем исследовании сообщалось об изолированном и условно-автохтонном генофонде у обитателей Таримского бассейна раннего среднего бронзового века, связанном с древними северными евразийцами 4100-3700 лет назад. А их соседи из Джунгарии раннего бронзового века, как смесь этого местного генетического профиля с предковыми линиями охотников-собирателей Байкала раннего бронзового века и Афанасьевцев. Однако в свете новых данных представителей Джунгарии можно смоделировать, как смесь местного генофонда Таримского бассейна раннего среднего бронзового века участков Сяухе и Гумугоу с описанными в данной работе алтайскими охотниками-собирателями. Но эти модели требуют дополнительных анализов. И хотя в целом генофонд алтайских охотников-собирателей является подходящим источником предков для групп внутренней Азии Бронзового века и подобное родословное сохранялось в значительных количествах во времени и пространстве, генетические данные указывают на небольшой эффективный размер популяции алтайских охотников-собирателей, при этом не до такой степени, как у древних жителей Таримского бассейна. Родословное древних северо-восточных азиатов от Дальнего Востока до Алтая. В отличие от представителей кластера алтайских охотников-собирателей, человек, обнаруженный в пещере Нижнетыдкискенская-1 возрастом 6,5 тыс. лет, смещен в сторону древних северо-восточных азиатов на графике анализа главных компонент. Используя алтайских охотников-собирателей из Фирсова-11 в качестве местного источника предков, у представителя Нижнетыдкискенской пещеры можно смоделировать его как смесь алтайских охотников-собирателей с 47,7% плюс-минус 5,2% родословные представители Байкала раннего неолита, или с 37,4% плюс-минус 4,3% неолитических жителей Приморья из пещеры Чёртовы Ворота. События о примеси датируются за 52 плюс-минус 11 поколений до жизни захороненного в пещере Нижнетыдкискенская-1, или примерно 8 тысяч плюс-минус 300 лет назад. Теперь, благодаря новым данным, самое западное зарегистрированное присутствие предковой компоненты древних северо-восточных азиатов сместилось более чем на тысячу километров западнее Байкала до Алтайского края, по крайней мере, 6500 лет назад. В работе авторы также сообщают, о генетических данных охотника-собирателя из пещеры Летучая мышь на Дальнем Востоке России возрастом около 7000 лет, который демонстрирует наибольшее генетическое сходство с ранее опубликованными популяциями древних северо-восточных азиатов из пещеры Чёртовы Ворота в Приморье возрастом около 6700 лет и носителями бойсманской культуры среднего неолита из археологического памятника Бойсмана-2, который располагается на восточном побережье залива Петра Великого в Приморье возрастом 6300 лет. Примечательно, что охотник-собиратель из пещеры Летучая мышь демонстрирует дополнительное сходство с охотниками-собирателями, связанными с культурой дзюмон из Японии возрастом 9000 лет, чей вклад в генофонд человека из пещеры Летучая мышь достигает в моделях 29,7%, плюс-минус 9,8%. Похожая пропорция предков наблюдается и у одного образца из бухты Бойсмана, который считается аутлайером по отношению к другим из археологического памятника Бойсмана-2. Эти данные предполагают существование ранее недооцененных генетических связей между группами охотников-собирателей японских островов и Дальнего Востока современной России уже 7000 лет назад. Непрерывный или повторяющийся поток генов через Берингово море Палеосибирская родословная, связывающая древних жителей Сибири с коренными американцами, была широко распространена от Алтая и Забайкалья через Якутию до Северного Ледовитого океана. Предыдущие исследования показали, что представитель стоянки Дуванны Яр Колыма-1 возрастом 9800 лет и популяции Якутии из Центральной Сибири возрастом около 6000 лет имеют тесные генетические связи с современными группами Камчатки, говорящими на чукотско-камчатских языках и коренными американцами. Новые генетические данные трёх жителей Камчатки с некалиброванным возрастом около 500 лет указывают на их генетическое родство с современными популяциями Камчатки, такими как коряки и тельмены, а также с древним жителем Дуванного Яра и представителем культуры Сакак из Гренландии возрастом около 4000 лет, представляющим палеоэскимосов. В связи с чем авторы проанализировали новые образцы Камчатки вместе с древними популяциями из Якутии, побережья Берингового моря и Гренландии, чтобы исследовать популяционную динамику в Северо-Восточной Сибири и Берингии. Генетические данные указывают на значительные демографические изменения у жителей Северной Сибири в интервале между 6 и 2000 лет назад, что можно наблюдать на графике анализа главных компонент в виде клины между представителями Якутии разных периодов, благодаря которой генетический профиль древних жителей региона смещается в сторону современных северо-восточных сибирских популяций, таких как эвенки и эвены. Повторный анализ ранее опубликованных геномов показывает, что генетические изменения в Якутии между 6 и 4000 лет назад связаны с увеличением родословной древних северо-восточных азиатов почти на 50%, в то время как изменения от 4 до 2500 лет назад возможно связаны с примесью из Северо-Восточной Сибири, что хорошо заметно у современных Нганасан. При этом демографическая история групп Северо-Восточной Сибири также включает в себя и обратный поток генов, связанных с коренными американцами через Берингово море. Используя группу Якутии позднего неолита в качестве исходной линии происхождения, поток генов, связанных с коренными американцами, составляет почти 50% группы Железного века из района самых восточных поселений России, как Эквен и Уэлен, датируемые около 2000-2300 лет соответственно. Таким образом, генетический профиль жителей Камчатки возрастом около 500 лет можно смоделировать как смесь предковых линий древних популяций Якутии и коренных американцев. А в результате исследования генетического формирования современных популяций Камчатки в свете древних образцов было обнаружено, что коряти несут дополнительную родословную, связанную с коренными американцами, в отличие от более древних жителей полуострова. Другие современные популяции Камчатки и Чукотки, такие как и тельмены, и Чукче, также имеют дополнительное количество родословной коренных американцев от 5 до 20%. Причём этот обратный поток генов, по оценкам, произошёл 5500-4400 лет назад у древних популяций и около 1500 лет назад у предков современных коряков. Что с учётом увеличенного вклада от коренных американцев в генофонде коряков, по сравнению с более древними жителями Камчатки, указывает на непрерывный или повторяющийся поток генов из Северной Америки или Берингии, в популяции Камчатки в течение последних нескольких столетий. Итоги. Благодаря полученным данным, в частности по алтайским охотникам-собирателям, авторы работы улучшили модели происхождения некоторых популяций и выявили генетические связи между алтайским краем, районом озера Байкал, а также с Джунгарским и Таримским бассейнами внутренней Азии, начиная со среднего Голоцена. Сам же генетический профиль алтайских охотников-собирателей в значительной степени сохранился локально в генофонде скотоводов, связанных с окуневской культурой, несмотря на изменения стратегии ведения хозяйства. А на Алтае родословная эпохи неолита была существенно сокращена к среднему и позднему бронзовому веку, возможно в результате миграции в регион популяций как с востока, так и с запада. Данные также указывают на то, что формирование генетического кластера алтайских охотников-собирателей не связано с расширением родословной древних северо-восточных азиатов. Однако географически и по времени близкий к ним человек, захороненный в пещере Нижне-Таткискинская-1 возрастом в 6,5 тыс. лет, демонстрирует значительное количество родословной древних северо-восточных азиатов, что примерно на 1500 км западнее, чем было зарегистрировано ранее. Такой отчётливый генетический профиль указывает на то, что предковые линии древних северо-восточных азиатов прибыли в Алтайский регион до распространения афанасьевской культуры, что, возможно, связано с различными культурными особенностями, наблюдаемыми у человека из пещеры Нижне-Таткискинская-1. Присутствие этого генетического аутлайра может указывать на ранее недооцененные связи с Востоком на большие расстояния. Кстати, похожая недооценка, по-видимому, была и в случае с древними жителями Дальнего Востока России. В частности, человек из пещеры Летучая мышь и аутлайер из бухты Бойсмана возрастом 7000 и 6300 лет, соответственно, демонстрируют дополнительное сходство с охотниками-собирателями, связанными с культурой дзюмон из Японии, обнаруживая неожиданные генетические связи между группами охотников-собирателей Японских островов и Дальнего Востока современной России. А в целом новые генетические данные в сочетании с ранее опубликованными, охватывающими территорию от Центральной Азии до Северной Америки, выявили сложную динамику перемещения групп охотников-собирателей по Северной Азии, начиная с раннего Голоцена. Помимо этого, авторы обнаружили, что генофонд современных популяций Камчатки был сформирован в результате длительного периода потока генов, связанных с коренными американцами на протяжении нескольких тысячелетий. А я на этом как обычно не прощаюсь и желаю всем хорошего настроения, а также прошу поддержать канал, которые держатся только благодаря вашей поддержке. Субтитры создавал DimaTorzok